Товарищество Лесные Поляны в окрестностях Щелково-7 существует с 1957 года. Участки были выделены гражданам под садоводство, но не все из них смогли свои сотки зарегистрировать. Многие не могут оформить участки. По документам у них старые кадастровые планы. Получилось так, что часть участков почему-то находится на землях общего пользования. Нет согласованных границ, нет четкого понимания по уплате земельного налога. У садоводов Товарищество Лесные Поляны появился весомый повод привести свои документы в порядок. Московская область готовится к очередной переоценке кадастровой стоимости земли и расположенных на ней объектов недвижимости. О предстоящей в 2022 году кадастровой кампании шла речь на выездном заседании Комитета по имущественным отношениям и землепользованию МОСУ Булдумы. Встреча прошла в тех самых лесных полянах. Как отметил заместитель министра имущественных отношений Московской области, за время последней кадастровой оценки, проведенной в 2018 году, рыночная стоимость участков в некоторых районах выросла вдвое, а кадастровая стоимость не менялась. Образовавшийся перекос будет устранен в ходе государственной кадастровой оценки. Сегодня Минимущество набирает статистику, чтобы не допустить резкого повышения налога. Для СНТ он составляет в среднем от 3 до 5 тысяч рублей. Каждого интересует вопрос стоимости его недвижимости, которая попадает в налогообложение. Ну а у нас с точки зрения правительства Московского области не только справедливо оценить стоимость, но еще и увеличить налоговую базу не за счет увеличения налоговой нагрузки, а за счет вовлечения налогового оборота в недвижимость и помочь садоводам, дачникам нашим зарегистрировать недвижимость в условиях дачной амнистии, при которой не требуется никаких дополнительных разрешений. Как отметил Юрий Лавряков, в отдельных муниципалитетах налог вырастет на 20-25%, в пересчете на 6 соток разница составит 1000 рублей. Однако собственник может оспорить результат оценки через портал госуслуги. Наши жители, в том числе и садоводы, обращаются с вопросами социального развития. Это дороги, это электричество, это газификация и так далее, а это местный налог. То есть, чтобы баланс был соблюден, для этого мы как раз хотим, чтобы очередная кадастровая оценка прошла именно в этом коридоре, который бы удовлетворял решение и вопросов социального развития, и чтобы люди понимали, за что они платят.